Адам, здесь тоже просроченные полгода назад конфеты. Просроченная продукция на прилавках центрального рынка в Назране, к сожалению, явление нередкое. На степень свежести собственной продукции не влияет даже священный месяц. И в Рамадан берут деньги вверх над сознательностью. В таких случаях сотрудники Роспотребнадзора с нарушителями не церемонятся. Весь просроченный товар снимают с прилавков и изымают у хозяина торговой точки. Такие рейдовые мероприятия в священный месяц Рамадан уже стали нормой. Сотрудники таким образом стараются огородить покупателей от просроченной продукции, которая время от времени все же находит своего невезучего покупателя. Например, Исаа Бузертана в сфере торговли не первый год. Мужчина делится, что срок годности проверяет дважды при закупке продукции и когда раскладывает ее по полкам. Срок проверяет, что это не стоит. Стабильно неделю-два раза. А проверка же, что идти качу? Да, да, я лично проверю. Хача, 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 хача. Роспотребнадзора проверка. А что шахи же чиханы, что шаник и не слой просрочек дается, хаянчул техах контролировать, что идет? Да, только просрочки. Ногласны, срок черкал, не слой просрочки. В священный месяц Рамадан у Роспотребнадзора особое пристальное внимание. Несмотря на это, сами же покупатели могут в спешке не обратить внимание на срок годности товара. Потому именно такие рейдовые мероприятия, проводимые по поручению главы Ингушетии, позволяют избежать подобных казусов. В течение всего священного месяца, рамадан, и в преддверии праздника Идальфитр мы знаем, что идет массовый ввоз в республику продуктов питания, молочной продукции, мясной продукции. И ежегодно в этот месяц мы усиливаем свои контрольно-надзорные мероприятия на крупных торговых точках, торговых центрах и, конечно же, на рынках. Вот сегодня мы побывали на рынке, который находится на территории города Назрань, проверили несколько торговых точек, выявили нарушения в части несоблюдения сроков хранения и реализации продуктов питания, также нарушены нескольких контейнеров условия хранения молочной продукции, то есть йогурты, творог, кефир, сметана хранятся не в холодильных оборудованиях, не соблюдаются их условия хранения. Также выявили реализацию консервированной продукции без наличия маркировки, то есть для нас это продукт, получается, домашнего консервирования, который запрещен в реализации. Далее к Роспотребнадзору присоединилась и комиссия по мониторингу цен. Половина священного месяца Рамадан уже позади. Хозяюшки готовятся к мархаж. Каждый хочет удивить гостей богатым разнообразием блюд. На стол порой уходит десятки тысяч рублей, так как стоимость продуктов на рынке в преддверии праздника возрастает в разы. Чтобы разобраться в ценовой политике, которую придерживаются рыночные предприниматели, сотрудники различных организаций практически ежедневно проводят мониторинг цен. Данное мероприятие проводится с целью необоснованного повышения цен на священный месяц Рамадан, на период священного месяца Рамадана. А также для удовольствия населения нашей республики, для того, чтобы закупали продукты на праздник, на Рамадан. Продавцы уверяют, они бы и рады в такой священный месяц максимально снизить стоимость продуктов. Но цены на их товар зависят в первую очередь от себестоимости, плюс расходы на транспортировку. В нашем магазине никогда не завышают цены. В связи с праздником Рамадан и во время Пасхи мы никогда не добавляем. У нас цены идут как идут, как постоянные. Но иногда бывает, что поставщики завышают цены, и, естественно, нам приходится добавлять чуть-чуть. И то это в пределах нормы. Резких скачков стоимости на большинство продуктов пока не наблюдается, за исключением нескольких частных торговых точек. А вот как с этим будут обстоять дела через неделю? В основном встречаются продукты с очень маленьким сроком хранения. И эти товары не изымаются с прилавок. И они стоят и продолжают дальше торговать этой продукцией. В основном ценовая политика у нас в республике, она не такая высокая. Цены пока, по крайней мере, за время этих проверок стабильные. Представители Роспотребнадзора дают несколько дельных советов, что уже из продуктов можно закупать в предстоящие праздники, чтобы избежать ажиотажа и дефицита. Это консервированные изделия, которые добавляем, обычно готовим салаты в праздник идальфитер. Также напитки, которые тоже можно длительно хранить. То есть вот такие продукты мы можем немножко заранее купить. Конфеты, коробки конфет и сухофрукты тоже можно заранее закупать. Так как сейчас цены приемлемы, в любом случае иногда мы наблюдаем небольшое завышение цен вплотную, когда уже идут праздники. Поэтому было бы очень удобно немножко заранее закупиться продуктами, которые можно хранить и в подвальном помещении дома, и в холодильных оборудованиях. Это, в принципе, не мешает. Было бы очень хорошо. Такие контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться до конца священного месяца Рамадан. По всем выявленным нарушениям будет выписано предписание, а затем и штраф. Словом, отделаться нерадивым продавцам с просроченной продукцией точно не удастся. Светлана Томова, Магомед Доскиев. Новости 24.